Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем рисовать с вами моржа. Моржи обитают в холодных районах северных и любят там, где скалы, льды, и живут они большими семьями. Что интересно, что и у самок, и у самцов есть бивни у моржей. И вот мы сегодня попробуем нарисовать моржа, картину с моржом. И начнем мы прямо с мордочки. Смотри, рисуем два круглых глазика. Рисуем вот такой вот большой овал нос, который вот заканчивается вот таким образом. Здесь вот дырочки носа. Под этим носом, мордой вот этой вот, находятся длинные острые бивни. Вот так нарисуем. И теперь нам будет легче туловище формировать моржа. Мы просто берем, обводим голову вот таким образом. Внизу поворачиваем туловище, загибаем по горизонтали. Вот так. И здесь тоже начинаем его вот сюда, в эту сторону сужать. Неровной линией просто сужаем. Заворачиваем сюда хвост. Ну и вот таким зубчиками такими заканчиваем. Там, где у нас вот спереди, мы шею продолжаем вот так прямо. Будем ласту ему рисовать, ногу. И ее в сторону вот так отводим. Ну и соединяем. Одна ласта. Вторая будет с этой стороны бивня. Рисуем две линии. Ногу как бы такую формируем. И загибаем ее вот сюда, такой вот треугольничком. Внутри стираем. Получается вот такая у нас. Может быть я слишком длинную нарисовал. Чуть покороче давай. Вот так вот. Вот у нас получились такие две ноги. Или руки. В общем, ласты. Сидит он на камне. Поэтому мы рисуем здесь большой какой-то камень. Мы нарисуем не одного моржа. А трех, наверное, моржей нарисуем. Вот один морж у нас вот так сидит. Второй будет виден где-то вот там. Мы просто берем, рисуем вот такую вот овальную штуку. Подрисовываем морду и клыки. Ну, глазки так они сбоку у него вот здесь. Такие глазки. Дырочки для носа. То есть у нас видно сейчас второго, часть моржа. Мы не весь будем его рисовать, а только часть. Так. И еще одного моржа нарисуем в воде. То есть здесь мы еще дорисуем камни. Скалы, да? Пусть так вот будет их побольше сюда. Такой камушек нарисованный, да? А там у нас может будет в воде только видна голова. Поэтому мы рисуем опять вот такой вот овал. Не до конца. Рисуем морду, клыки, глаза, нос. Наверное, большого сильно нарисовала. Он далеко, его надо поменьше нарисовать. Нарисуем поменьше. И он в воде. Вот так очертим, да? Отлично. Нарисуем линию горизонта. Там тоже у нас скалы. Неровную линию какие-то нарисуем. И еще нарисуем камни впереди. Вот так там скалы. Где-то еще, может быть, виден камень. И там тоже вдалеке мы нарисуем на горизонте Какие-то горы. Ну, вот такая примерно картина. Откладываем карандашик и начинаем раскрашивать. Давай сначала закрасим сразу воду. Она должна быть темнее, чем фон у нас. Поэтому мы возьмем в палитру, положим синюю краску. Давай пять раз. Один, два, три, четыре, пять. Промываем кисть и добавляем сюда белую красочку. Один раз. Но много. У нас получился вот такой, какой-то синий цвет. И мы закрасим воду на нашем рисунке. Очень интересно, что вот эти вот животные Похожие тюлени. Моржи. У них есть отличия. У тюленей нету вот этих вот клыков, бивней. Но есть еще удивительные, похожие на них животные. Например, морские слоны. Морские коровы. Все они похожи между собой. И одновременно не похожи. Морские котики. Если тебе интересно, то можно в интернете набрать Все эти названия и посмотреть, чем они отличаются. У моржей очень толстая кожа. Очень большой слой жира. Они не мерзнут никогда. Даже в холодной воде. Им тепло. Фон. Мы сделаем сюда, добавим еще больше белого. Этот голубой. Ну, в принципе, ты фон можешь выбрать Какого угодно цвета. Это может быть и ночь. Это может быть и день. Поэтому можно делать светлый, темный фон. Какой тебе захочется. Я просто добавлю в мой цвет, который я навела для воды Еще белый побольше. У меня получился такой совсем светленький. И я этим цветом буду закрашивать фон. Теперь я наведу серый цвет для камней, на которых Сидят моржи. Для этого я в палитру положу Да, я, наверное, прям вот в этот же цвет, в голубой Черный добавлю И перемешаю Вот у меня серый цвет Я сначала общую массу закрашиваю камней полностью Сюда немножко добавлю желтый И еще белый Вот эти камни закрашиваю Вот эти камни закрашиваю Так, еще у меня вот здесь камушек Так, а это у меня айсберги Белые Белый айсберг Поэтому я его белой краской закрашиваю Белый айсберг Белый айсберг Так, сейчас поработаем с камнями Для этого я беру черный Смешиваю вот здесь вот немножко Чтобы он, ну, не совсем прям черный был, но темный И с одной стороны камень Вот, например, вот этот у меня камень, да Я его с одной стороны вот тень делаю Темнее Вот так Промываю кисточку И влажной кисточкой Растираю, чтобы плавный переход был от темного к светлому Беру белый И с этой стороны, где свет Делаю камушек светлый И опять плавненько растираю, чтобы был плавный переход От темного к светлому Вот у меня получился камень такой вот Можно его делать еще со складочками Ну, чтобы он не был такой прям кругленький, да, камушек Мы можем сделать какие-то трещинки на камне Неровный сделать камень Так Здесь мы делаем тоже камни Сначала делаем Какие-то Темные Складки Продолжение следует... Вот такой вот у нас получился То есть разделили скалу на какие-то камни Обведем здесь камушек И здесь Вот, например, мы темным обводим один камушек Делаем его с одной стороны Темненьким С другой стороны можно его немножко высветлить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому Так, вот камушки здесь Сделали На айсберге нужно сделать не серые, а голубые Какие-то тоже оттенки Положим давай белую красочку в палитру три раза Добавим капельку синий Или можно фиолетовый И на айсберге можно делать какие-то черточки Фиолетовые Ну, чтобы показать, что это не гладкая какая-то поверхность А тоже есть на ней складочки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, теперь нам нужно сделать светло-голубой Или даже, может быть, да, светло-голубой В чистую палитру накладываем три раза белую Добавляем капельку синий У нас получился светло-голубой И нам нужно по всему морю сделать Вот такие светло-голубые волнистые линии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Можно потом еще добавить белых Они могут друг на дружку Пересекать Так, там, где камень, можно сделать даже прям побольше белого Пена морская Так, и теперь давай займемся лоржами Да, давай еще беленьким сделаем облака Просто произвольной формы на небе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И займемся моржами Сначала давай им закрасим белым бивни Сами моржи, они такого коричневатого цвета Поэтому смотри, давай мы с тобой возьмем коричневый И сначала вот так вот по спинке Проведем просто коричневым Темно-коричневым цветом И давай вот эти ласты тоже передние сделаем коричневым Так, примерно до середины докрашивай коричневым А животик будем делать охристый Берем охру И Вот так вот постепенно с переходом в охру закрашиваем Продолжение следует... Вот так вот А мордочка вот эта, она у него будет светло-серого цвета Поэтому мы берем беленький Давай сначала вот так вот беленьким закрасим Возьмем капельку черного Прям поставь вот здесь вот чуть-чуть И нам надо, чтобы было светло Не переборщи с черным А лучше беленького добавь И вот эту мордочку закрашиваем светло-серым Потом, когда мы будем рисовать шерсть У него она лохматая вот здесь вот То мы добавим туда черного Давай сразу, раз у меня на кисточке серая Давай вот это тоже закрасим вот этому моржу И вот этому моржику закрасим мордочку Вот так вот сереньким Значит, спереди охра Так, и коричневым Вот так вот Спасибо за просмотр! Осталось нам дождаться, когда высохнет Чтобы доработать детали фломастером Я подсушила феном свой рисунок И теперь можно его доработать фломастером Мы не будем обводить все фломастером Но в принципе, если тебе хочется Можно все-все обвести И скалы, и скалы, и айсберг, и моржей Обвести фломастером Я вот хочу, значит, нарисовать черным глазки Глазки моржу Точечки носика Обвести вот эту часть Морды Обвести клыки И на морде И на морде вот тут вот У моржа очень много Вот таких вот волосинок Усиков Он такой весь И вот это я хочу фломастером показать Вот эта морда у него очень Такая Мохнатая И у моржа Очень много складок на теле Их тоже можно Нарисовать Особенно у него на шее Эти складки Ну вот так примерно В принципе, и все Можно больше ничего не обводить Но если хочется Если ты видишь, что на твоем рисунке Нужно сделать обводку Ты можешь это сделать Фломастером Можно камушки обводить Как тебе захочется Какие-то складочки Здесь еще сделать Более детально, да? Проработать Складки Складки Ну, в общем, где-то так Вот и все Вот такая получилась Замечательная Интересная работа Убираем скотч У нас получается Сразу рамочка Готово Можно вешать на стенку Присылай фотографию Твоей работы А сейчас Пока-пока Присылай фотографии